Как дома? В городе прошел мониторинг мест жительства молодых специалистов. Чтобы было комфортно. Всем довольны новоприбывшие. Под наблюдением госавтоинспекция принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. Выявление пресечения нарушений. На что нацелено око закона. Подготовка к школе – дело ответственное. Закупиться всем необходимым можно в магазине «Сказ». Обслуживание приятное, продавцы приветливые. Что выбирают покупатели. А также матпомощь к школе, деревянный бизнес и не на своих двоих. Пассажирооборот в Беларуси за 7 месяцев текущего года увеличился. Насколько? Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Александр Лукашенко провел совещание по вопросам военной безопасности. На повестке дня – вопросы роста напряженности у белорусских границ, провокации с украинской территорией, усиления вооруженных сил страны. Глава государства подчеркнул, для отражения вероятных ударов отношений Беларуси у нас есть все. То, что Беларусь находится в центре внимания геостратегических интересов нашей планеты, мы знаем об этом давно. Это одна из причин, в том числе, нарастания напряжения и напряженности у наших границ. Плюс к тому, мы также это давно видим за пределами нашей страны, из числа особенно беглых наших, которые покинули Беларусь, формируется разного рода хоругви и, как они громко называют, полки. Целые корпуса для того, чтобы вторгнуться в определенный период времени в Беларусь и взять власть и повернуть страну вспять. Мы тоже это видели и знаем. Зная это, мы всегда к этому готовились, к противодействию этим людям, особенно по линии спецслужб и по линии вооруженных сил. И прежде всего армии. Также глава государства встретился с председателем Совета Республики Натальей Качановой. Обсудили три группы вопросов. Отдельно речь шла о контактах Верхней Палаты Парламента на международном треке. Особое внимание уделили столичному промышленному гиганту «Мотовело». В 2025-м на территории предприятия заработают резиденты технопарка. 138 компаний. Выходные на чеку. Госавтоинспекция принимает дополнительные меры по обеспечению дорожной безопасности. С учетом установившейся теплой погоды усилен контроль на дорогах местного значения и в зонах массового отдыха граждан. Сотрудники милиции также нацелены на принципиальную оценку действий лиц, допускающих группы нарушения ПДД. В приоритете выявление пресечения нарушений, являющихся основными причинами ДТП с тяжкими последствиями. Первоочередное внимание своевременному отстранению от участия в дорожном движении водителей, находящихся в состоянии опьянения, а также сепших за руль, не имея права управления. Госавтоинспекция призывает следить за обстановкой на дороге и не отвлекаться во время движения. Крайне важно обеспечить безопасную перевозку пассажиров, соблюдать скоростные ограничения, правила обгона, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Расширенный список, приятные ожидания и финансовая поддержка. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили уже более 94 тысяч многодетных семей. Куда обращаться за пособием? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Оборот сети торговых площадок Минлесхоза за 7 месяцев превысил 11 миллионов рублей. Сейчас в Беларуси функционируют 16 точек. В магазинах реализовывают деревянные дома, беседки и скамейки, пиломатериалы, древесное топливо, саженцы деревьев, мебель, кухонную утварь и даже продукты. К слову, в июне спрос на готовые домокомплекты вырос в 4 раза. Единовременную материальную помощь на подготовку детей к школе получили уже более 94 тысяч многодетных семей во всех регионах республики. Общая сумма выплат достигла свыше 24 миллионов рублей. Пособие не зависит от дохода семьи. Так, на каждого школьника приходится чуть менее 130 рублей. Пассажирооборот в Беларуси за 7 месяцев текущего года увеличился на более чем 9%. Услугами транспорта воспользовались почти 942 миллиона человек. Грузооборот также прибавил за январь-июль показатель без малого 43 миллиарда тонны километров. В Беларуси расширили перечень медицинских услуг, цены на которые регулируются государством. Теперь для клиник и медцентров ограничат стоимость приема или консультации у врачей. В список также входят тарифы на стоматологию, диагностику и медосмотр на годность к управлению автомобилем. Нововведение вступит в силу с 1 ноября. Площадку ожидания в пункте пропуска Брест на границе с Польшей расширят до 500 машин. Помимо этого там планируют установить скамейки, фудкорты, детский комплекс и медпункт. Цель – улучшить условия ожидания на границе. Работы стартуют в сентябре. На особым контроле. В городе прошел мониторинг места жительства молодых специалистов. Многие новоприбывшие работники уже поступили на места распределения. Вместе с тем у иногородних поднимается вопрос жилплощади. Школьные педагоги, воспитатели детских садов, сотрудники сферы здравоохранения чаще всего заселяются в общежития. Представители городской власти, ЖРЭУ и Управление образования регулярно проводят мониторинг условий. Я работаю тут совсем недавно, с 1 августа. Эту комнату мне предоставили. Меня все устроило, только осталось обустроиться. Есть и те, кто успел получить арендное жилье. Семья медиков Алексея и Ирины Горячко обживаются в трехкомнатной квартире на улице Народного единства. Заместитель председателя Бобруйского горисполкома пообщался с молодежью, расспросил об условиях. Мы со своей стороны, конечно же, как власти городские, будем делать все для того, чтобы вот их потребности первопричальные, выполнить, исполнить максимальные желания для того, чтобы им было комфортно, чтобы Бобруйск был городом для жизни. Владимир Книга отметил, проведенный мониторинг – лишь начало. Для новых работников важно создать все необходимые условия для качественной и комфортной жизни. Предотвратить недуг. В Бобруйске наблюдаются случаи заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Лучшие друзья заболевания – купальный сезон, широкая реализация свежих овощей и фруктов, а также недостаточная гигиена рук. Особую опасность представляет симптоматика. В большинстве случаев недуг протекает легко, однако могут иметь место серьезные осложнения – тяжелые поражения респираторной и центральной нервной систем, почек, органов пищеварительного тракта. Энтеровирусная инфекция характеризуется такой клинической картиной – это сыпь, повышение температуры. В данном случае нередко это боль в горле, язвочки какие-то могут появляться. Поэтому при появлении таких симптомов нужно обратиться к врачу. Источник инфекции – больной человек или носитель-возбудителя. Чтобы не заразиться самому и не подвергнуть опасности родных и близких, врачи рекомендуют придерживаться простых правил. Тщательно соблюдать гигиену рук, мыть фрукты и овощи, избегать контактов с людьми с признаками респираторных инфекций, а также купаться только в отведенных для этой цели местах. Подготовка к новому учебному году в самом разгаре. Список необходимого – внушительный. Одежда, обувь, портфель, канцелярские принадлежности. Задача родителей – подобрать все самое лучшее. О выгодных покупках Виталий Гаврусев. Сборы в школу у всех начинаются в разное время. Одни родители закупают принадлежности за несколько дней до сентября, другие же отправляются во все тяжкие уже в первых часах августа. Перед началом учебного года я бываю в магазине «Сказы» для того, чтобы купить канцелярские для своей работы, а также для детей в школу. Пришла с настроением закупочным. Каждый год мы приходим с «Сказы» и покупаем здесь. Нам здесь выгоднее почему-то, чем ходить по палаткам и что-то отдельно покупать. Тут пришел, все сразу собрали. Мы готовим мою племянницу к школе. Здесь мы можем закупить разные канцтовары. И очень белорусская продукция нам нравится. Мы с удовольствием покупаем их. Книги, тетради, ручки, атласы, контурные карты, краски и обложки. Магазинные полки ломятся от ярких, интересных предложений. Задача родителей – подобрать все самое лучшее. В нелегком деле поможет «Сказ». Расположилась торговая точка в историческом центре Бобруйска – одном из самых популярных мест среди горожан и гостей. Магазин нравится, обслуживание приятное, продавцы приветливые, все очень хорошо. Обращаю особое внимание на печатные тетради. Там очень хорошая помощь для изучения английского языка детям. Также наклейки на иностранном языке поощрительные. Всегда посоветуют, подскажут. Приобретаем все для школы. Ну и качество нас устраивает. «Сказ» работает с известными издательствами. К примеру, книги и учебные пособия. «Аверсэф» охватывают все разделы школьной программы и сопровождают ребят на протяжении всего периода получения знаний от детского сада до подготовки к поступлению. Мы работаем с этим и дадим вплотную. По мере выпуска тетрадок определенного там физика, химия, мы заказываем, стараемся контролировать ассортиментный перечень. Мы обеспечим наших покупателей нужной продукцией. Широко представлены в магазине художественная, развивающая и обучающая литература на любой возраст. Отыскать книгу по душе сможет каждый любитель бумажных страниц. Художественная литература у нас в основном это классика, психология, детективы. Очень много словарей иностранных, и английский, и французский, и немецкий, разговорники, китайский. Констовары в сказе собирают не простые, а волшебные. Учиться ребятам с ними будет легко и приятно. В основном констовары, тетради, альбомы, краски, пластилин. Тетради у нас есть два вида. Есть простая обложечка, 21 копейка простая, и есть в твердом переплете по 50 копеек. Мы смотрим, предлагаем покупателям, а он уже выбирает. Приобрести в магазине можно и настольные игры. Они способны отправить вашего ребенка в увлекательное, интересное и захватывающее путешествие, не выходя из дома. И не думайте, что это развлечение исключительно для детей. В наличии и большой выбор сувенирной продукции на память из Бобруйска. Многие гости не против взять с собой часть его обаяния – Бобра Самуиловича. И помните, прежде чем посетить магазин, вам необходимо составить список необходимых покупок. Он будет зависеть от того, в какой класс пойдет ваш ребенок, и от его пожеланий. Виталий Гаврусев, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Студенческие отряды – лучшая возможность приобрести первый трудовой опыт и подзаработать копеечку. Как бобруйская молодежь принимает участие в движении. Сразу после выпуска новостей зумеры онлайн не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!